И вот когда мы говорим про силу воли, про самодисциплину, мы должны понимать механизмы психические, мозговые, которые нас или делают, так сказать, успешным в рамках жизни или нет. Значит, что здесь чрезвычайно важно понимать? Значит, вот воля в том смысле, в котором про нее все время говорят, что, мол, если бы хотел, то похудел бы, если бы хотел, то бросил курить, если бы хотел, то, да, а кто не может, значит, тот на самом деле вроде как и не хочет, да, вот, не хочет и нету и взятки вкладки. Вот, поэтому, значит, вот волевые люди – это которые могут что-то сделать вопреки собственному желанию. Вот согласны, кстати, я делаю, значит, если вы согласны, вы не очень хорошо понимаете, как работает мозг, вот, потому что на самом деле волевой человек, который может вопреки своему желанию что-то сделать, вот, это человек, который движен другими факторами. Вот, то есть его, он это делает не как барон Мюнхгаузен, который вытаскивает себя за волосы из болота, он это делает, потому что на него, у него сформировались другие доминанты, да, то есть вот условно говоря, один человек способен освоить новую профессию и переучиться, а другой говорит, это мне сложно, это мне тяжело, я не знаю, у меня не получается, там и так далее, вот, и вроде бы один волевой, а другой не волевой. Но давайте посмотрим, а какие факторы, значит, в поведении вот этого волевого человека определяют его действия и обнаружится, что у него на самом деле, значит, есть люди, которые, для которых для него жизненно важны, вот, и для которых его новая профессия жизненно важна тоже. И есть социальное влияние, социальное давление, которое его побуждает к этому. Второе, он может находиться в дефиците, потому что та работа, на которой он находится сейчас, не приносит ему финансового успеха, не приносит ему ощущения, там, самореализации, ощущения полноценного использования своего ресурса. И, конечно, вероятность того, что он вопьется, так сказать, зубами в другую профессию, в другую работу, она, конечно, выше. Вот, еще какие-то факторы действуют. А на того, кто не хочется, вроде бы надо, но как-то не идет и так далее, на самом деле нету, потому что никто не ждет от него, что он звезды с небес схватит, понимаете, нету социального давления, вот. Нету других дефицитов, которые бы заставили его переучиваться, потому что ему хватает на жизнь, потому что работа, на которой он сейчас находится, она вполне для него комфортна и так далее. То есть, внешне может казаться, что это два одинаковых человека, но на самом деле это два человека, которые находятся в двух совершенно разных условиях, потому что наш мозг что-то делает только под давлением обстоятельств. Другое дело, что эти обстоятельства могут иметь внешнюю, как бы сказать, внешнюю природу, вот, а могут иметь внутреннюю природу, вот, и какие-то наши ожидания, мечты, какие-то наши комплексы, вот, они являются внутренними факторами, которые нас могут подталкивать к той или иной деятельности. Значит, что мы с вами должны в связи с этим, какие выводы для себя сделать? Значит, нету возможности изменить собственное поведение, если мы не сумеем создать такие обстоятельства, когда нашему мозгу будет выгоднее поменять свое поведение по сравнению с тем, чтобы не менять его. И вот создание этих обстоятельств – это и есть ноу-хау, так сказать, нашей интеллектуальной деятельности. То есть мы относимся, должны относиться к своим привычкам не с точки зрения того, что это, ну, просто такой способ, я не знаю, времяпрепровождения деятельности и так далее, или, ну, курение или, там, потребление алкоголя и прочее, это что-то, что возникло в результате воздействия соответствующих внешних факторов и закрепилось, потому что каждая наша привычка, каждый наш способ думать о реальности и так далее, вот, все это, по сути дела, нейронные ансамбли, которые обеспечивают вот эту деятельность. Вот, и, там, когда человек говорит, ну, что это у меня за привычка, я просто не могу начать ходить в спортзал. Вот, у меня должно, вот, то есть у меня нету вредной привычки не ходить в спортзал, да, вот, мне нужно сформировать правильную привычку ходить в спортзал. Это ошибка, потому что, вот, как раз у него есть привычка не ходить в спортзал, и это точно такая же привычка, потому что есть набор, как бы, жизненных стереотипов, автоматизмов, вот, которые, в которые не пропускают, там, нету места, что называется, для формирования новой поведенческой стратегии, ну, там, в данном случае ходить в спортзал, да, вот. Вот, поэтому у нас существует набор вот этих вот наших действий, вот, менять которые надо, значит, используя, с одной стороны, техники, которые позволяют избавиться, с одной стороны, от привычки, а с другой, уже существующие. Даже если вот отрицательное отсутствие соответствующего действия, да, значит, тоже является, как бы, косвенно отрицательной привычкой, и с ней надо работать. И вот то действие, которое надо сформировать, это тоже, соответственно, привычка, которую надо формировать, значит, и то, и другое, значит, требует, вроде бы, как от нас мотивации, вот, и требует волевого усилия. Так вот, фокус состоит в том, что если вы понимаете, как работает мозг, каковы правила, по которым он что-то делает или что-то не делает, значит, является способом менять собственное поведение и определять свою жизнь самостоятельно. Значит, вот я с удивлением в свое время, когда мы только запустили в свое время курс «Красная таблетка онлайн», значит, была для меня странная история, когда на наших созвонах с участниками, которые мы устраиваем, когда я отвечаю на вопросы кураторов, обсуждаем, как мы движемся, как у нас все происходит, вот, значит, я вдруг увидел, что большое количество людей благодарит меня за то, что кто-то бросил курить, кто-то, значит, похудел там чуть ли не на 20 килограмм, кто-то еще что-то, вот, потому что, когда я задумывал курс «Красная таблетка онлайн», у меня в голове не было идеи, что я буду помогать людям справляться с их вредными привычками, да, у меня идеи не было, что мы будем заниматься вот этой вот самой дисциплиной, вот, а выяснилось, что после того, как люди понимали, по каким правилам работает их мозг, вот, им не составляло никакого труда, с одной стороны, значит, менять существующие привычки, с другой стороны, формировать новые, да, это очень важно, потому что вы не можете избавиться от привычки, если вы ее не замените чем-то другим, вот, и просто понимание механизмов позволяет людям создать ту самую внутреннюю мотивацию, да, те внутренние обстоятельства, которые помогают, соответственно, менять собственное поведение, да, то есть я понимаю, как работает мозг, я понимаю, каким образом я принимаю те или иные решения, ну, точнее, мой мозг принимает те или иные решения, и дальше я знаю, что нужно в себе еще дополнительно сделать, вот, для того, чтобы мое поведение поменялось не потому, что я себя принуждаю к этому, а для того, что, потому что я ставлю свой мозг в такие обстоятельства, что я не могу не измениться. И вот это наша способность менять внутренние обстоятельства, определяющие наше поведение, да, ну, понятно, что если внешние обстоятельства поменять, то у каждого поменяется поведение, ну, то есть если, там, допустим, я не знаю, вам будут отрезать ногу за то, что вы едите сладкое, ну, наверное, вы быстро перестанете есть сладкое, да, если вам за курение будут, я не знаю, эти уши прижигать, то тоже, наверное, вы быстро перестанете курить, но это внешние обстоятельства, а вот изменение внутренних обстоятельств, вот, после которых отказ от привычек, которые вам не нравятся, будет происходить легко, формирование новых привычек, которые для вас важны, будет происходить, что называется, еще легче, вот, вот в этом, собственно говоря, фокус. Значит, я опять же подчеркиваю, вот весь мир, в котором мы находимся, который тактичный, который надействует на нас деструктивно, он на самом деле использует законы мозга, он использует законы внимания, он использует наши, как бы, слабые места, вот, знает про них и, соответственно, побуждает нас к избыточному потреблению калорий, значит, к неправильному образу жизни, часто к аутоагрессивному поведению, там, и так далее, вот, он знает, на что воздействовать, для того, чтобы мы купились, а мы сами, которые хотим управлять своей собственной жизнью, не задумываемся о том, что у нас есть психика, которую мы можем, грубо говоря, сами манипулировать, сами создавать условия, которые побудят нас что-то делать. И это не будет волевое усилие, да, это не будет заставление себя, потому что заставлять себя – это что? Вводить себя в стресс. Вводить себя в стресс – это лишать себя эффективного психической энергии, которая необходима как раз для создания новых привычек или для отказа от тех, которые нас не устраивают. И, оказываясь в такой конструкции стрессовой, да, мы, по сути дела, только усиливаем мозг. Если вы отказываетесь в состоянии стресса, ваш мозг предлагает вам как раз вернуться к привычным стереотипам поведения, да. Когда стресс лучше всего заедается, стресс лучше всего закуривается, стресс лучше всего запивается, да, и так далее, и так далее, и так далее. Затупляется, находитесь в стрессе и вот хотите ограничить там, условно говоря, просмотр видео или там, ну, там, сериалов, например, да, посмотрите их целыми днями. И вот, если вы просто заставите себя не смотреть, то вы начнете испытывать стресс. Вот. Испытывая стресс, вы что, будете испытывать потребность еще больше смотреть? Вот. Если вы заставляете себя сесть на диету, значит, волевым усилием, то будете испытывать стресс. И вам будет хотеться заесть этот стресс, вам сложнее будет выдержать диету, да. Вот. Там с теми же диетами, там одно и то же, люди героически на них садятся. А потом начинают так страдать, что потом набирают еще дополнительные килограммы, заедая потом стресс, накопленный этим неправильным подходом к собственному мозгу, к собственному поведению, к изменению своих стереотипов действия. Поэтому, если мы хотим навести порядок в своей жизни, не надо рассчитывать на волю. Воля – это то, что вгонит нас в стресс, и потом отдача будет еще сильнее и еще деструктивнее. Нельзя рассчитывать на только внешние обстоятельства, потому что внешние обстоятельства как раз побуждают нас, как правило, к такому деструктивному, саморазрушающему поведению. И, в-третьих, нельзя рассчитывать, что мир окружающий будет так действовать, чтобы мы могли жить той жизнью, которой нам хочется. Часто нужно, наоборот, сейчас сопротивляться этим внешним условиям для того, чтобы жить так, как вы хотите, а не то, как вас к этому склоняют существующие сервисы, механизмы и так далее.